После публикации на политвестнике моих интервью «Это бандитизм как государственная тайна, а ФСБ убивает людей», Федеральная служба безопасности России сделала ряд громких заявлений в средствах массовой информации о якобы ликвидации ими канала поступления из Магадана в Колымского золото в Чечню для финансирования бандформирования и об изъятии у участника этой бандгруппы 17 килограммов золота. Для нас, тех, кто жил на Колыме последние десятилетия, это звучит не просто смешно, это звучит кощунственно. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что практически все магаданцы знали о существовании этого канала. Мне стало об этом известно в 2006 году от моей подзащитной, которая находилась в следственном изоляторе. Она мне рассказала, что сотрудник управления ФСБ Увижев руководит переправкой золота в Чечню-Колымскому, Колымского золота, и якобы его родственник возит это золото из аэропорта, где он работает, и в Чечню. Об этом я написал в заявлении директору ФСБ Бортникову. Вот это вот заявление. Оно поступило 10 февраля 2010 года и зарегистрировано за номером 01756. Но 0 ставится на тех документах, где имеется гриф секретности. То есть вот он посчитал, что сведения, содержащиеся в этом документе, составляют охраняемую законным тайну. Я здесь указывал, что мне моя подзащитная рассказала о том, что сотрудники УФСБ Магаданской области причастны к финансированию промышленным золотом их бандформирования в Чечне. И просил эту информацию проверить, насколько она достоверна. Эту информацию никто проверять не стал. Мое заявление отправили в Магадан. Увижу его, где кто-то обратился в суд, что якобы я не вправе был разглашать вот эти вот сведения и требовать проведения какой-то там проверки. На сегодня мы знаем, что да, действительно существовал этот канал переброски золота. Мало того, поступают из Магадана сообщения, которые меня крайне тревожат, что сотрудники ФСБ сдали уже засвеченный канал, через который фактически золото не шло. И 17 килограммов золота, изъятого у сотрудника этой бандгруппы, это ничтожное количество. А судя по тем сообщениям, которые поступали мне в дело адвокатского производства, через этот канал шли сотни килограммов золота, на которые покупалось оружие, на которое покупались взрывчатые вещества, патроны, с помощью которых убивались наши военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел. Я многократно писал с просьбой провести проверку, но Бортников и Чайка прекратили со мной переписку по этому вопросу. Мне, конечно, очень хочется знать, только ли внутриведомственная заинтересованность в укрывательстве этих сведений просматривается в их отношении к делу. Или все-таки существуют какие-то личные мотивы, которые обуславливали сокрытие ими данных о наличии вот этого канала, переброски золота в Чечню, о наличии организованной группировки, которая занимается переправкой этого золота, и о возможной причастности сотрудников управления ФСБ по Магаданской области к этому беззаконию. Продолжение следует...